А волковстольские железнодорожники доставили вам сегодня первый поезд с большой земли. Это кадры кинохроники, снятые 7 февраля 1943 года на полуразрушенном перроне финляндского вокзала. В Ленинград прибывают первые за время осады эшелон с большой земли. Чуть больше двух недель ушло на строительство 30-километровой железной дороги. Она насквозь простреливалась немцами с Синявинских высот, проходя через так называемое бутылочное горло. За это самое горло враг держал осажденный город. Избавление принесла легендарная операция «Искра». Прорыв блокады Ленинграда был оплачен очень высокой ценой. За 7 дней потери трех армий Ленинградского и Уховского фронтов составили до 70 тысяч человек. Все это на очень небольших, компактных участках местности, которые сейчас можно пройти пешком за 5-6 часов. Пять раз, начиная с сентября 1941 года, советские войска пытались прорвать кольцо блокады Ленинграда. Первые попытки безуспешные и кровопролитные, свыше миллиона погибших. Петербургский историк Вячеслав Мусунов выпустил книгу, в которой анализируют ход боев с особым акцентом на фронтовых событиях 1943 года. Автор описал механизм прорыва блокады. В частности, читателю впервые представлены материалы расследования штаба Волховского фронта о трагическом исходе боев в так называемых Синявинских болотах. 6 марта 1943 года болотный плацдарм, захваченный войсками 2-й ударной армии, был ликвидирован немцами. Все материалы из военных архивов России, Германии. Для областных историков знакомство с ними – важный источник информации. Архивы открыты. Министерство обороны идет навстречу с изучением их архивов. Руководство государственных архивов также идет навстречу как нам, так и частным историкам. Этот танк КВ-1, установленный возле музея прорыв блокады в Кировске, участник боев осени 1941 года. Его достали со дна Невы. Но тогда не смогли установить серийный номер, а значит и узнать судьбу экипажа. Но недавно в лучах заходящего солнца один из гостей музея увидел на боевой машине проступившие сквозь новую краску цифры. Открылись такие подробности гибели КВ, что они, возможно, станут основой для другой книги – о подвиге танкистов. Анна Лавронова, Алексей Купцов, Андрей Романов, Вести Петербург.